Олени и рожки в простонародье называются. Ну вот они, молодые. Вырастают достаточно большие, если не метров 15. Олени и рожки гриб довольно редкий. Растет на Дальнем Востоке, Карелии, Кавказе и Сибири. А его вид ежовик короловидный и вовсе краснокнижный. Этих малышей есть можно, когда вырастут. Арсений Никитин охотится 13 лет и постоянно встречает новые виды. Еще одна находка сезона – черная лисичка, которая способна отобрать у белого гриба звание самого дорогого. Ну если вот он сейчас завоюет, у нас черная лисичка, место свое на рынке, которая начала у нас расти, она будет самой дорогой. Потому что гриб достаточно очень вкусный и очень легкий. То есть, чтобы набрать объем, нужно очень много. Она почти на самом деле не весит. Она такая изящная, тоненькая и ну как пушунка. Он называет себя лесной маньяк. Самая продолжительная охота длилась 4,5 дня. Собирает грибы в Крае и Горном, Новосибирской и Томской областях. А вы какой гриб любите? У меня подосиновики очень сильно. Я не знаю, с детства самое. Вижу красную шляпку, у меня радость, как у маленького ребенка до сих пор. Просто вы сказали, что вы любите именно охотиться за грибами. Да. Может быть их еще и сложнее искать? Нет, подосиновики? Нет, как раз очень хорошо их видно. Красная яркая шляпка торчит всегда. Но они растут больше как-то в болотине, где влажность очень большая. Трудные места? Скажем так, менее приятные в ходьбе. Но вы и до туда доходите? Конечно. Самое проблематичное – это октябрь-ноябрь, когда уже снег, дождь, ливни. Вот там уже отдых перерастает, выживание периодически бывает. Самые грибные районы края, говорит Арсений, Троицкий, Первомайский, Тальменский. Волчихинский – классика. Там всегда есть белый гриб. В низинах советуют искать лисички, на возвышенностях – орешки, под листвой – грузди. Это было хобби, а потом это уже проросло именно в работу. Сочи очень любят, допустим. Сочи и Краснодар любят наши грибы. В Казахстан, Германию. В Германию я отправлял. Потому что алтайский гриб достаточно хорошо ценится. Сейчас лиса полезла везде. То есть много времени не надо. Из-за этого и столько машин в лесах. В пандемию увлеченных грибами стало в разы больше, говорит Арсений. Это и хорошо, и плохо. Кто-то вырывает грибы, собирает краснокнижные виды, мусорит. Мужчина иногда зачищает поляну после таких охотников. И просит всех, кто взял нож, быть внимательнее к тем, кто жил задолго до нас и видел динозавров. Ведь грибам, как виду, миллионы лет. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.